Да уж, драматично получилась у нас Олимпиада, и даже в первую очередь это именно, оказывается, Саша Трусова, вот что значит реклама в трансляции, как только началась, я уже выключил, думал, соревнование все закончилось, а тут, оказывается, их продолжение было небольшое, и что интересно, на протяжении сезонов, вот так вот, когда Саша только перешла во взрослые, наблюдая за ней, за ее результатами, было видно, что девочка везде всегда выкладывается по максимуму, но постоянно кто-то оказывается впереди нее, постоянно, серебро, бронза, серебро, бронза, вот так вот все это чередуется, и даже было удивительно, как она вот не отчаивается, не раскисает, и то есть вообще вполне себе так спокойно воспринимает все вот эти вторые, третьи места. Ну и на Олимпиаде вот все это и вырвалось, и правильно такое ни в коем случае нельзя в себе держать, и с одной стороны Саша права в своем возмущении, потому что в своем, именно в том, чем она гениальна, в том, чем она уникальна, в прыжках, что никто просто не может так, такое огромное количество четверных делать, и так блестяще именно, как она. Два Луца, Флип, Тулуп, Сальхов, все четверные, казалось бы, но девочка делает максимум, а выигрывать не получается, естественно, как тут не сорваться. Я поэтому и задавался вопросом, а как она до этого еще умудрилась не сорваться. Ну именно ждала, выжидала Олимпиаду, что возможно здесь получится. И здесь все получилось, в плане прыжков все получилось, но проблема в том, что если бы фигурное катание было чисто... Ну мы, кстати, говорили опять про четверные, что нужно и базовую стоимость четверных повышать, как-то вознаграждать, чтобы была эта разница, когда фигуристка прыгает пять четверных прыжков, какая-то один, два, три, чтобы все равно каждый прыжок был существенной разницей, а не когда ты делаешь пять, а по сути базовую стоимость в конечном счете там, как если бы ты сделал два или один четверный прыжок. Это первый момент, и безусловно, его надо как-то менять. Но второе, не менее важное, про что тоже не надо забывать, как бы обидно, а из-за этого не было, но фигурное катание там тоже нужно еще и остальное. Там нужно и катание, там нужны и шаги, там нужна и презентация, там нужны и вращения. Там нужно все это на таком же качественном и блестящем уровне, как делают прыжки Саша. А в этом у нее, к сожалению, пробелы, и эти пробелы стали камнем преткновения в получении этой золотой медали. То, что были небольшие там помарочки на прыжках, ну это ерунда, и это не должно так существенно влиять. Все равно это пять четверных прыжков. Тут должна быть разница, безусловно, должна быть существенная. Но также все-таки не надо забывать про катание как таковое, про презентацию. Поэтому здесь два момента. Первый момент — это несправедливость системы, в том плане, что пять четверных прыжков, ну это должно существенно отражаться в технической оценке. Существенно. И второй момент — это само катание и презентация. Это тоже нужно подтягивать, чтобы это тоже было на хорошем уровне, на высоком уровне. Конечно, очень обидно за Сашу, но из-за вот этих двух моментов так и получилось, и так и будет продолжать получаться. А так девочка очень старательная, невероятно талантливая, больше таких фигуристок нету. Как я и говорил, это, можно сказать, инопланетянка в фигурном катании. Настолько она уникальна. И самое главное, все-таки она выиграла медаль, серебряную медаль. И более того, вошла в историю. Уже в который раз. И это тоже дорогого стоит. Продолжение следует...